всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я хотела снять видео мои получается итоги 2016 года и планы 2017 года ну начну я тогда я себе выписала долго думала как бы что произошло за 2016 год сейчас снимают в таком формате много блогеров вот они пишут 100 целей до итогов или какие-то мечты вот я как бы сделала конверт вот такой и туда спрятала свои 100 у меня и цели и мечты и какие-то там желания итоги которые я хочу до сделать в итоге как говорится ну планы планы мечты все что я хочу реализовать в 2017 году конечно 100 может не реализоваться ну открыть этот конверт на новый год и посмотреть что же все таки у меня осуществилась за этот год и уже вот то что не сбылось то что не осуществилась то что не сделала перенести на 2019 год ой надеть на 2018 год что-то я оговариваюсь я писала дня три наверно писала нашла вот такой конвертик это обычно такой конверт вот и я его уберу скорее всего к документам чтобы они там хранились и уже до когда закончится 2017 наступит 2018 и можно открытым 1 января допустим 2018 года так что не знаю советую вам это тоже сделать мне так эта идея понравилась и вот я решила снять для своего канала может подписчики моего канала уже конечно знают о таком конвертике который можно сделать на 2000 до 18 год что я советую всем вот на сесть прямо вот написать до 100 целей на 2000 но планов на 2017 год туда входят и цели и мечты я считаю так что садитесь и пишите прямо сейчас и хочу подвести итоги моего 2016 года у меня родилась доченька я закончила институт у меня родители переехали в новую квартиру я завела кстати канал на youtube я смотрела блогеров у есть история введение моего канала плейлист как я я там благодарю что у меня 50 подписчиков сейчас у вас больше ста спасибо что вы у меня есть так вот ну очень приятно хочется снимать благодаря вам эти видео но об этом уже и сниму в другом видео еще раз вас поблагодарю я благодарила вас в одном блоге и и 5 это скорее всего что хорошо что это все произошло как бы нужно жить дальше ну и конечно один минус до пятого продолжаем дальше просто пришел брат с дочкой попросила его поселить чтобы он снял не буду говорить минус минус то что немножко у нас разногласия в семье но мы как говорится это все решим можно пятый пункт внести наша вот как бы итог это может ерунда у софии появился до документ свидетельство о рождении и загранпаспорт первый такой документ и считаю для ребенка можно тоже внести в пятый пункт так идем дальше 2016 прошел все хорошо продолжаем жить дальше и хотела просто рассказать 10 целей которые я написала в этом конвертике первое что я хочу сделать просто тетрадка первое что у меня здесь из этого конвертика написано это то что разобраться с отношениями с мужем обязательно второе что-то сделать с режимом софии вот мы пойдем к врачу к невропатологу может что-то она посоветит что она все время плачет и мне от этого реально тяжело уже от этих плачей ребенок должен постоянно плакать может конечно это зубы но вообще конечно вчера врач сказала что педиатр что то что у нее два языка смешение двух языков и поэтому мозг он еще не готов вот короче в шоке от того что два языка в голове и он так реагирует видимо вот эти нервные до выброса они дают вот такое вот ее поведение плач в общем пока мозгу тяжело свыкнуться что ему нужно впитать в два языка и вот врач сказал что поэтому она такая нервная не знаю даже так третье наводить хорошие качественные порядок тоже не циклится но я очень люблю порядке мечта моя выучиться на визажиста я конечно сейчас не особо классно накрашена но стараюсь что-то там посмотреть в ю тубе бьюти блогеров как они красятся там надо эти кисти зоева без них походу не как мои кисти с фикс прайса они ну они не очень я одна мэйбелин за ньют с палетка по моему она да там отвратительная просто одна такая вот как 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 же вам вы знаете наверное как кисти кисть в общем вот я даже не буду сейчас показывать кисть и два такие вот как спонжика очень неудобно она начинает плакать надо снимать так пятое хочу похудеть обязательно вот у катеньки на канале есть видео обязательно посмотрю хочу очень похудеть переехать в россию нам в итоге всем потому что ну не особо если дочка будет болеть надо возвращаться в россию поэтому я не знаю как бы ну как получится все но наверное мы поедем седьмое развивать инстаграм стараюсь вставлять туда фоточку хотя бы раз в неделю для меня это уже будет прогресс а уже потом конечно постараюсь но я думаю что две-три фотографии в неделю надо выкладывать также развивать канал прибавлять плейлисты прибавлять видео в те плейлисты которые они немножко у меня заморозились этим надо заниматься и еще у меня мечта привести зубы в порядок сделать виниры то есть нарастить да тут зубы и привести порядок в кожу тоже нужно идти будет в салон все всем этим нужно заниматься но нужны деньги ну деньги будут когда у нас решится один небольшой вопрос и одиннадцатая привести свою нервную систему что ли в порядок всего хотела 10 пунктов назвать но называю одиннадцать я какая-то нервная последнее время мне ничего не радует мне какой-то мне кажется я стараюсь конечно не грузить вас негативом но какой-то у меня бывает депрессняк пью йодомарин тоже хочу как-то вообще адекватно к ситуациям подходить потому что плач ребенка моего он меня как-то вот как-то угнетаюсь хотя это мой ребенок но я какая-то не знаю от этого депрессую мне все не нравится какая-то я такая не жизнерадостная как-то надо это на это не обращать внимание напишите мне как вы справляетесь вот с таким настроением как вот не обращать внимание на эти слезы не знаю как стать толстокожей и спокойно относиться к тому что ребенок плачет не знаю я какая-то вот такая в этом плане сложная спасибо что смотрели это видео я надеюсь вам оно понравилось такого формата пишите вопросы в инфобоксе если что-то вас заинтересовало я буду рада ответить вам и увидимся в следующих видео и спасибо вас что вас уже больше ста человек и вы смотрите меня и всем пока пока